У нас вчера состоялось интервью, разговор с Ксенией Воробьёвой, женой мобилизованного. Ксения собиралась на акцию, и вот, соответственно, о том, что же вчера происходило у могилы неизвестного солдата в Москве, мы поговорим с нашей гостью. Ещё раз попросили Ксению к нам выйти. Ксения, спасибо, что вы нашли возможность. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну можете рассказать, вот мы с вами расстались, вы сидели уже, фактически готовились к выходу из дома. Да, у вас был на плечах белый платок. Что дальше происходило с вами? У меня была запланирована встреча с журналистом иностранного издания. Мы с ним встретились непосредственно на том месте, где мы обычно встречаемся, потому что вся площадь красная была окружена автозаками уже с 11 часов. Мы встретились у Большого театра, он заснял пару кадров, спросил, с какими эмоциями, мыслями я иду опять на возложение цветов, и я побежала дальше встречаться с другими женщинами. В Александровский сад, да, туда, вот через дорогу? В чём отличие было от предыдущих акций? Я напоминаю, что это 10-я акция была по возложению цветов к могиле неизвестного солдата. Журналистов было намного меньше. Намного меньше. Женщин было больше нас в белых платках, с цветами. К нам присоединялись и другие женщины, у которых нет родственников, и парней в том числе. Мы на них смотрели с большим восхищением, особенно на парней. Спрашивали о том, не страшно ли, зная, что мужчин всех задерживали в прошлый раз. Нет, ребятам не было страшно. Они отвечали, что не страшно. Многие спрашивали, где купить цветы, потому что на Красной площади нигде не продают красным гвозди. Даже в торговом центре нет. Они покупали белые или другие цветы. А еще раз, кто эти мужчины, Ксения? Кто эти мужчины? Сочувствующие мужчины, поддерживающие проблемы с мобилизованными. Опять же, я не буду вам говорить именно протестующие слова, потому что мир у мир и так далее. Потому что я нахожусь в России, и вы знаете, что репрессии все ближе и ближе к нам с каждым днем, к именно женам мобилизованных. Я говорю, когда, может, придумают, что с нами сделать. Как бы это печально не звучало. Потому что дальше, что я вам расскажу, еще достаточно интересное мероприятие произошло. По возложению выстрелилась очередь. Мы выстраиваемся в две колонны. Всех, кто подходит к могиле неизвестного солдата, в этот раз сопровождал часовой. Стоять он не давал. Я полагаю, что это было сделано для того, чтобы быстрее прогнать всех. По двое. К возложению. Цветы. Также были рекомендации класть цветы именно в середину. Не разбрасывать это по всему периметру. Мы возложили цветы. Я встала чуть подальше. Зурналисты все-таки уже были на этом месте, но не так много, как прошлые акции, опять же напомню. Ну и основное... Значит, я встала, чтобы дальше подождать до остальных. У нас был план пойти, вы знаете, уже в штаб Дванкова. Стою, никого не трогаю, смотрю на меня, смотрит мужчина в чёрной куртке и закрытой, ну, была клавиа закрытой. Я на него смотрю. Как бы смысл ни звучало, произошла буря искра безумия, он ко мне подошёл со стаканчиком кофе в руках. Пока все СМИ были заняты, ну, снимали там какие-то комментарии, брали, он разговаривал со мной. Наш разговор начался с того, что он не из центра по борьбе с экстремизмом, что он не из органов и так далее. Он ко мне подошёл и такой, я вам, типа, сочувствую. А легенда у него такая, его зовут Евгений, он военнослужащий в командировке, маска в маске, он потому что он в командировке и боится, что командование его увидит. Далее, по разговору он начал, ну, я стояла как раз напротив Марии, у неё брали... Андреева. Да, да, да. И он на неё показывает, а вы знаете, что у неё муж в отпуске? Я на него смотрю, ну, типа, что-то не сходится здесь. Откуда вы знаете, что её муж в отпуске? Это информация на 20 человек, откуда-то есть у них информация, кто когда в отпуск идёт, у кого. Я на него смотрю, значит. И он начинает опять как-то говорить про то, что... А вы знаете, Мария Андреева даёт интервью каналу на YouTube, которая берёт канал у русского добровольческого корпуса, который воюет на стороне Украины. Я на него смотрю, а что это её мнение? Она высказывает, ну, попросили дать интервью. Как вы это связываете, что вы хотите сказать, что Мария действует на стороне Украины? Ну, как бы мы свернули тему к тому, что я говорю, ну, давай... Я не буду это обсуждать с вами, давайте обсудим лучше, почему мобилизованные находятся там, без срока и так далее. Вот вы, говорю, выбрали по своему долгу, по легенде, а вот военная, как бы... Не военный? А на что он мне сказал? Да, я очень страдаю, у меня нет семьи. Тут опять что-то не сходится. То есть я... Это какой-то точно неподготовленный диалог был со мной. Я ему задаю вопросы, он мне... Ну, про себя что-то. И вот что, у него тоже там погибли товарищи. Так я и не поняла, где он там служит. Ну, я ему начала говорить свою позицию про то, что мобилизованы, мой домой хочет, устал. Хочет воевать, пусть остаётся там. Потому что мнения же разные есть, ну, там... Ни для кого не секрет, что есть именно военные, которые там за тем, чтобы воевать. То есть им, как бы, позиция их одна. Это воевать, потому что другого дела они не знают. И пофиг, да, какие ценности они там воюют. Ну, значит, потом меня окружили ребята, другие, они смотрят, что он в Балаклаве, вот этой чёрной. Мне на лоску подходит девушка и говорит, он снимал нас до этого на прошлой акции. Типа, это эшник. Ну, я такая, я, конечно, понимаю, кто это, что это необычный военный, что он просто тут меня расфоссоливает какие-то там классные, этот, за позицию. Ну, тезис, что? Он мне сказал, вы, этот, будьте аккуратнее. Вы сейчас где-то посередине находитесь к вашему движению, якобы, к этой акции. Присоединяются оппозиционеры, Навальные, вся Мишура, ЛГБТ-движение, всё-всё-всё, что есть. Вы, говорит, ещё чуть-чуть, скоро перейдёте к черту, якобы. Говорит, ну ладно, всё, я пошёл латус выпить хорошим во мне. И с другим таким же товарищем, такой же чёрной была Клавя, вышли, ну, пошли к сторону ворота. Ну, да. Интересно. Интересно. Интересный диалог. А ещё какие-то действия со стороны людей, которых можно было бы принять за провокаторов, были? Насколько я понимаю, были сообщения на эту тему вчера? Да, есть прямо товарищи змеи, которые везут прямую трансляцию. Оставьте нам пса, да, и рассказывайте, оставьте пса. Очень симпатичный пса. Она в кадр лезет немножко, меняет. Прекрасно. Про провокаторов, да, вопрос. В этот раз почему-то к нам пришёл военный, у которого жена родилась в Луганске. Есть прямо замечательные СМИ, оно освещает от начала до конца акцию, если можно, я скажу, это стрим 177 на YouTube-канале. То есть они везут прямую трансляцию от начала до конца. И вот кому интересно, как это выглядит, вы можете посмотреть. Там, это два часа, прям, трансляция. Вот, по этой трансляции меня мама вычислила. Она говорит, ты зачем, говорит, подпутные данные у штаба Дованкова оставила, у штаба Дованкова? Я говорю, чтобы он понял, что мы настоящие люди. Чтобы он встретился с нами. Ксения, а скажите, почему... Вот раньше же вы ходили во время прошлых акций в штаб Владимира Путина, правильно? А сейчас пошли в штаб Дованкова. Что изменилось? Вот почему вы решили уже к Путину не ходить? А мы устали от этой, как сказать, заботы показной, там, с этим чаем, ледиком от роты волонтерской. То есть хотелось посмотреть, как устроен штаб у другого кандидата. Как устроен? Мы же ему и писали, и я, и в Бот ему писала, чтобы он обратил внимание на наш вопрос. И Мария писала письма на почту. А здесь физическим делом мы к нему пришли, чтобы понять, будет ли он с нами вести диалог. Наверен ли он с нами вести диалог. Какая у него позиция по отношению к нашей проблеме, допустим. Будет? Вы получили ответ на этот вопрос? Какие-то есть договоренности о встрече? Помощница взяла наше обращение и сказала, что свяжется, потому что он сейчас в регионах находится, и его в Москве нет. Но вы ожидаете, что вы надеетесь на то, что у вас пройдет какая-то встреча, вы сможете высказать ваши требования, да, и получите какое-то в этом смысле политическое представительство ваших интересов? Как минимум, да. То есть за Путина жён мобилизованных голосовать уже не хотят? Они ищут какой-то другой вариант? Слушайте, ну, есть жёны, которые будут голосовать за Путина, потому что стабильность, видимо, ещё какая-то у людей есть понимание стабильности, они получают деньги, зарплату у своих мужей. Наверное, этого достаточно кому-то? То есть, я говорю, жёны бывают тоже разные. Кому-то деньги – это стабильность, а кому-то родной человек рядом. Вы знаете, если позволите личный вопрос, Ксения, не хотите, не отвечайте, но тем не менее спрошу. Когда ваш муж, ваш муж мобилизованный, да, и вы говорили вчера, что он ушёл в 23-м году, да? В 22-м. В 22-м ушёл году. То есть, уже пошёл, соответственно, 22-й, 23-й, 24-й год на дворе. А с каким настроением он уходил? То есть, это действительно было вынужденное решение? Или вот вы помните, наверное, эти вот дни, этот день, когда вот он отправился на фронт? Он ушёл с чувством страха, что его ожидает. С чувством страха. То есть, он не хотел, да? Это было вынужденно. Его выдернули из жизни. Да, ну, жертва обстоятельств. Карты так легли, ему пришла повестка, его следующим днём на автобусе в своем коматах забрали сумками. Ладно, успели купить что-то, какие-то вещи. Понятно. И с тех пор в отпуск он приходил дважды, как вы вчера сказали, да? Да, да. Дважды, 14 дней. Я ранее говорила, дорога не входит в счёт отпуска. То есть, вот у тебя начался отпуск, как тебе подписали отпуск, ты едешь, и твои часики тикуют, грубо говоря. То есть, с момента выезда, фактически. То есть, там ещё несколько дней теряется. Ну, да, в зависимости от того, где наши мобилизованные военные находятся. Там уже, получается, не все, кому открыли люди, мобилизованные. Кто-то и на Владивостоке живёт, сколько им надо играть. А когда у вас следующая акция? Планируете ли вы продолжать? Каждую субботу в 12 часов ничего не меняется. Каждую субботу в 12 часов ничего не меняется. Спасибо вам большое. Если помню, я ещё дам комментарии про то, как, знаете, шоу «Бенни Хилла» было у нас. То есть, после акции мы просто бегали по этим переходам. Мы запутались, где нам выйти в сторону штаба Дворонгова. Значит, вышли на улицу. А, извините, не вышли, не на ту улицу. Движим обратно и просто встречаемся как раз с полицейскими, которые такие раз, два, три, четыре за нами. Идут с таким лицом. Блин, куда они побежали-то опять? И эти в чёрном тоже. Мы, значит, мимо них, они разворачивают и за нами. Дальше поднимаемся по лестнице, а Маша в телефоне, я за ней бегу, прям стоит, ждёт. И вот так вот её телефон фотографирует. Что же она там, какую-то, наверное, переписку с западными службами ведёт человек. Но это просто пришло бы не его, если бы не делесло. Но при этом побегали, но фактически никого не задержали, никаких претензий не предъявили, домой не пришли. То есть вот побегали. Пока это на уровне вот такого, как это, активного сопровождения происходит, правильно? Задержали пару журналистов, но их сразу отпретили, не было того, что... И вчера вышел Владимир Суалутин, который тоже пришло вас поддержать на прошлой акции, его наконец-то отпустили после 7 суток адреса. Но смелый мужчина, он сказал, что придётся в следующий раз обязательно. Понятно, спасибо вам большое. Да, Ксения Воробьёва, жена мобилизованного. Если на вас будет оказываться какое-либо давление, и вы в этом смысле можете рассчитывать на нашу информационную поддержку, пожалуйста, сообщайте нам, да. А давление уже оказывается... Ну, каким вам звонят сейчас или что? Ну, каким образом? Что с вами? Ну, если уже ко мне подошёл персонаж, это уже процесс давления. То есть пытается разделить нас, очернить. Мы же как по ним... Получается, для своих мы западные службы, сэпсорсные, наработочки и всё остальное. Для остального мира мы жены-убийцы и так далее. И всё, у нас есть люди, которые понимают, что мы не можем прямо высказываться. Спасибо вам большое за поддержку, чтобы вы понимаете, что мы не можем прямо высказываться. Потому что мы не можем убежать. Нам некуда бежать просто дальше. Спасибо за поддержку. Очень здорово, что есть поле, где можно высказаться. Пока ещё есть, да. Спасибо вам, Ксения Воробьёва, жена мобилизованного. Мы говорили о том, как прошли вчерашние акции жен мобилизованных в Москве, ну и в других городах.